Всем привет! Меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. Когда вы разобрали основные грамматические правила, набрали какой-то словарный запас и даже немного понимаете речь на слух, пора начинать учиться выражать свои русские мысли на английском языке. Сегодня я покажу вам, как это делать. На примере нескольких видео, которые я надергала из соцсетей, я сделала свободный перевод, то есть мне важно было передать мысль, а не сделать подстрочный перевод. Именно это и нужно, когда вы пытаетесь что-то сформулировать на английском, потому что всегда есть несколько вариантов перевода и главное, чтобы передавался смысл, потому что русский и английский очень отличаются по синтаксису, в русском можно ставить слова в любом порядке, а в английском порядок слов более-менее фиксированный, плюс в каждом языке есть свои фиксированные выражения и фразочки, которые могут не совпадать в буквальном переводе, но хорошо передают смысл. Итак, поехали! Сразу предупреждаю, в некоторых видео есть нецензурные слова, но мы их запикаем. Вот типичный разговор двух подружек. Я вообще его не понимаю. Так, в смысле, чего? Ты же говорила, что вы расстались. Ну, мы помирились и снова сошлись. Зачем? Я его люблю. Вторая ее спрашивает. Это помириться, get back together, снова сойтись. But why? Спрашивает она ее. I love him. Марина, я твою мать. Он говорил, что тоже меня любит, а сейчас какая-то опять твоя херня. Ага, хорошо, тогда, может быть, ты его бросишь? Ты думаешь, я этого не понимаю? Нет. Марина, what the heck? Я заменила матерное слово на слово heck. He said that he loved me too, but now there's some BS going on again. BS это коротко для bullshit. Смотрите, в оригинале нет фразы doesn't look like it, но я перевела так, чтобы передать именно, как сказать, сарказм что ли. Все очень сложно. Сложно тут только включить мозги, зай, бросай его. Блин, ну нет, я не знаю. Вы уже 500 раз расставались, я тебе 500 раз говорила, зай, бросай его. Вот это как? Я не знаю. До свидания, я больше ничего не буду говорить. Самое сложное здесь это включить твои мозги, брось его, да? Она говорит, I don't know. И снова. You guys broke up like 500 times and I told you to ditch him 500 times, but you keep going back to him, to go back to someone, вернуться к кому-то. That's it. I'm not gonna say anything anymore. Такая ты, значит, подруга, да? Ты меня вообще никогда не слушаешь. Он сказал, что такого больше не повторится. Он извинился. Марин, ты еб... Она говорит, I see some friend you are. Это такое вот устойчивое выражение. Some friend you are. Та ты еще подружка, да? То есть дословно мы не переводим та ты еще подружка, мы переводим вот этой фразой. Ты никогда меня все равно не слушаешь. Дальше снова нецензурная фраза, которую я перевела так. Марина, are you freaking kidding me? То есть там в оригинале не было, да? Что ты что, смеешься надо мной? Но мне кажется, эта фраза очень точно передает тот посыл, который был в оригинальном видео. Следующее видео. Коротенькое. Смотрите, вы можете вот так же, как я сейчас показала, тренироваться и переводить понравившиеся вам мемы или видео, но проверить будет некому. А вот на платформе Puzzle English есть специальный тренажер, где вы можете переводить текст с русского на английский. Вам сначала дается целый кусок, потом вы переводите по предложению и тут же проверять направленность и ошибки. Только сейчас вы можете приобрести безлимитный тариф навсегда с 75% скидкой. У вас будет доступ ко всей платформе, не только к этому тренажеру, навсегда. В честь Черной Пятницы у нас акция с самыми выгодными ценами, которых больше не будет. Безлимитный тариф навсегда дает доступ ко всем материалам на платформе Puzzle English без ограничений. В нем собрано все, что нужно для комфортного изучения английского языка. Что входит в этот тариф? Метод титчера. 8 последовательных курсов с нуля до продвинутого. Персональный план обучения. Более 14 тысяч упражнений. Умные тренировки слов и персональный словарь. Интерактивные диалоги с распознаванием речи. Курсы для путешествий, бизнеса, работы и релокации. И многое другое. Также подарок вы получите. Онлайн кинотеатр с новинками сериалов и кино с двойными субтитрами Puzzle Movies на год. Урок с преподавателем. Книгу от Litres и 20% скидки на последующие покупки. Книгу от издательства MIF о том, как учиться и как привить любовь к учебе детям. Переходите по ссылке в описании. Итак, следующее видео. Похранить себя под одеялком. Я здесь для усиления эффекта эмоционального добавила слово bury. Хотя его нет в оригинале. Я думаю, все мы чувствовали себя как герой этого видео. Мама, можно я пойду с друзьями погуляю? Конечно, сыночка, иди гуляй. Свежий воздух, улица, ребятки, друзья. Это же так прекрасно. Видите, я здесь поменяла синтаксис, порядок слов-предложений, потому что по-английски, в том порядке, как звучало по-русски, мы не можем дословно переводить. Мама, ну, я же еще даже не сказал. Мама, can I? No. But I haven't even said anything yet. I said no. Ну, здесь все понятно. Кто из вас двоих пять минут назад спер колбасу со стола? Кто-то, кто что знает, получит вкусняшку. Дэнни, подумай, хорошо, вкусняшку хочешь? Я так и думал, что это кот. Ой, очень мне нравится этот видос с собакой и кошкой. Я здесь использую сленг. Никт, стащили, спереть, украсть. Да, тоже я здесь что-то меняю, чтобы передать смысл, настроение и вот то, как там это происходит. Мама говорила, Ленчик, ты подкрашиваешься? Потому что ты на пацана похожа. Мамочка, да я подкрашиваюсь, а они знаешь, что мне пишут. Это что, пацан накрашенный? My mom always told me, Ленчик, you should use some makeup not to look like a boy. Mom, you see, I do use makeup. But then I get comments like, is this boy wearing some makeup? Да не успеваю я, вы красивее меня. Тоже вы видите, да, я поменяла немножко грамматику, чтобы это все звучало так, как оно должно звучать на английском. Не устану повторять, не переводим подстрочно, вот, калькой, как есть. Ой, это сейчас вот экзистенциальный кризис. Алиса, вызовь-ка мне такси. Куда хотите поехать? Печальная область, тоскливый район, город Грусть, проспекта разочарования, дом 13. Это слова из песни? Это слова из моей жизни, дурочка. Очень, очень драматично. Здесь silly это прилагательное, да, ну, дурочка здесь по-английски будет звучать грубовато, а вот silly как раз передает то, что нам нужно. Уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного покоя, умиротворения, вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным. Мне кажется, по-русски, конечно, звучит интереснее, но я думаю, здесь еще много сыграл сам персонаж, кому принадлежит этот голос. Что-то он мне уже и не нравится. Прическа какая-то уродская, и кофта дебильная, колхозная. Видите, я тоже не перевожу дословно, ugly, вместо того, что она использует, и stupid, вместо дебильная кофта. Здесь у нас серьезная история, здесь тоже я поменяла структуру, чтобы это звучало по-английски так, как нужно. Ничего не получилось, нигде. Ни в личной жизни, ни в бизнесе, ни в деньгах, ни на работе. Все обломалось, и ты на дне. На дне своей депрессии и беспредела. Вот в этот момент нужно открывать дверь в себе и говорить себе, мозг, чё, я такой лузер, что ли? Это ты такой тупой? Не может быть, столько нейронных свидетельств, что все зря. Понятно, да? Тоже местами меняла, какие-то слова меняла, какие-то оставила как есть. Задача передать смысл. Ты знаешь, сегодня с утра с начальником разговаривал. Хотел отпроситься на часика в восемь позже на работу прийти. А потом подумал, а смысл мне на час на работу выходить? Говорю, можно? Мне вообще сегодня не выйти. So, I talked to my boss in the morning. Wanted to ask if it was okay for me to come to work a bit later. Eight hours later. But then I thought that there was no point in coming only for an hour. So, I asked if I could not come at all. Он как-то начал орать. Не можно. Орал-орал, как сдрищенный. Все настроение испортил. Теперь вообще нет желания на работу выходить. Что-то он прям бесит меня так в последнее время. Неприятный человек. Я специально здесь использую фразу wasn't too keen, потому что она лучше передает смысл, который там есть, как мне кажется. Тоже я добавила raving lunatic, чтобы передать смысл. Kind of put me in a bad mood. Now, I don't want to go to work at all. He's pissing me off a lot lately. Such an unpleasant man. И переходим к следующему видео. Ну, давайте сразу, сразу обозначим. Я знаю, знаю, что у меня есть лишний вес. Было бы странно, если бы я этого не заметила. Это очень легко определяется. Это когда... Ну и меня все устраивает. Да, есть некоторые приколы из-за лишнего веса. Вот я работаю на седьмом этаже, но если лифт не работает, то я тоже. На этом на сегодня все. Видео закончилось. Если вы хотите тренировать способность переводить с русского на английский, с английского на русский, потянуть грамматику, увеличить свой вокабуляр, то сейчас тот момент, когда можно и нужно купить доступ навсегда ко всей платформе с 75% скидкой. Эта акция будет действовать только сейчас, пока у нас черная пятница. Это единственная возможность приобрести по такой выгодной цене. Всем рекомендую. Учите английский с пазл-энглишей. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»